Телекомпания НТВ представляет К трехсотлетию основания Российской империи К трехсотлетию основания Санкт-Петербурга Корона Российской империи в Гохране Российской Федерации В 1700 году царь Петр I начал Северную войну После первых побед в которой его назвали императором Сперва англичане, знающие толк в империях Потом Петр, после победы окончательной, сам принял на себя это звание С тем, что основанная 300 лет назад Российская империя сегодня жива Согласны и ее сторонники, и ее противники Для одних империя ответ на первый проклятый русский вопрос Что делать? Для других империя ответ на второй проклятый русский вопрос Кто виноват? ВООДПИСЫВАЙТЕСЬ input Я не grasp наavana ВООДПИСЫВАЙТЕСЬ input К ТРОНЦЕ ВООДПИСЫВАЙТЕСЬ output Сытый ребенок царя Алексея Михайловича, рожденный во втором браке, казалось, править ему не суждено. Петру было всего 4 года, когда отец умер, и воцарилась первая его семья – Милославские. Но мальчика с матерью Нарышкиной не сослали, как водилось на север. Их удалили в подмосковную царскую усадьбу Преображенская. Профессор Ключевский, этому селу суждено стать станционным двором на пути к Петербургу. Преображенская, долгие годы последняя станция московского метро, окажется совершенно неподходящим местом для безвозвратной ссылки. Мало того, что слишком близко от Кремля, Преображенская еще и определит главные наклонности Петра. Во-первых, Преображенская на Яузе. Стало быть, есть лодки, а со временем, стремясь в моря, построят ипотешную слотилию. А во-вторых, из Преображенского по той же Яузе, вот в ту сторону, всего две версты до немецкой слободы, до места, где селились в Москве иностранцы. Вон, рукой подать, веслом подать, до заграницы, до тлетворного влияния Запада. В отгороженной от Европы Московии немецкая слобода жила диковинным миром. Свои мануфактуры и церкви, школы и харчевни. Этот мир – Европа на Яузе. Заменит Петру покинутый Кремль. А населявшие слободу военные, купцы и ремесленники заменят придворных. Вот, тут была немецкая слобода Лефортова. Район назван в честь друга Петра, швейцарца Франца Лефортова. Вообще, немцами называли всех иностранцев. Ну, как немые, по-русски сказать ничего не могут. Это была смесь языков и наречий, в основном северных стран. Это не был цвет европейского общества. В Россию ехали не от хорошей жизни. Многие вовсе скрывались от правосудия. И немецкую слободу населяли ончайные авантюристы, проходимцы и прочие джентльмены-удачи. И возлюбленная Петра, купеческая дочь Анна Монс, была дамочка нестрогого поведения. Петра женили в неполные 17 лет. Он сошелся с этой кухлой немочкой, когда у него уже был сын, царевич Алексей. И этот роман продолжался 10 лет. К немалой выгоде для семейного бизнеса Монсов. Анна Монс, Петру. Государь, свой милостивый указ учини, выписать мне из дворцовых сел волость. Теперь в Лефортове есть немецкий трактир Анна Монс. Еще подростком Петр стал подписываться Петрус и Петер. Математику и геометрию он учил по-голландски. В знаменитом обращении к ближайшему другу Меньшикову «Минхерц» – «Мое сердце». Первое слово голландское, второе немецкое. В свои письма Петр беспрестанно вставлял разноязычные выражения, обычно искаженные и часто русскими буквами. «Мейн лицте камарат, мейн бест фринт». В немецкой Слободе Петр набирает офицеров для своих потешных полков. Военно-спортивные игры на местности продолжались целых 12 лет. Когда Яуза Царевичу стала тесна, флотилию построили на Переяславском озере. Европеизация, военное дело и военно-морское. Петровская триада легла в основании империи. Видимо, подобно воротам нынешнего Преображенского рынка был въезд в потешную крепость Пресбург в Преображенском. До сего дня здесь есть Потешная улица и улица 9-й роты. Соседние станции метро на месте бывших деревень, название самых славных полков, значит, отсюда Преображенский полк. Там метро Семеновская-Семеновский, там дальше метро Измайловская-Измайловский. От смерти Алексея Михайловича до полновластия Петра Алексеевича пройдет 20 лет. Умерли сводные братья, цари Федор и Иван. После неудачного путча посажена в монастырь сводная сестра царевна Софья. Умерла мать царицы Наталья. Когда Петр начинает править самостоятельно, первым семейным заветом молодой династии Романовых ему достается воевать юг. До Петра последними попытками были два русских похода в Крым. Один другого хуже. Предостережением не вняли, неудача не страшила. Петру все не терпелось помериться силами с турецким султаном. С кем же еще? Огромную Османскую империю, кроме самой Турции, образовывали и Северная Африка, и Ближний Восток, и Балканы. Руку турецкого султана признавали Крым, Причерноморские степи, Северный Кавказ. То было дикое поле. Эти народы и по русским меркам не имели надлежащей государственности. У России не существовало строгой южной границы. Вспоротая кровоточащая подбрюшье. Кочевники в набегах своих достигали тулы. Грабили, жгли и тысячами уводили русских на невольничьи рынки Стамбула. Первый поход Петра к турецкой крепости Азов в Усть-Ядона безрезультатный. Азов штурмовали, местами пожгли, проломили брешь в стене. Но за неимением флота крепость не могли окружить. И от того не взяли. Тут в первый раз сказалась петровская стойкость духа до самонадеянности. На исправление всякой неудачи давать себе и другим год сроку, а после приниматься за старое. В Воронеже, первом центре отечественного кораблестроения, с великой поспешностью строят флот. Пока только галеры, суда класса река-море. Второй Азовский поход. Из Воронежа спускаются по Дону, твердыню окружают и через месяц турки сдаются. Основа этих земляных волос, она еще 17 века. Алексеевские ворота в крепостной стене Азова в честь сына Петра, царевича Алексея. В Азове закладывают две церкви. Во имя Иоанна Крестителя и во имя Пресвятой Богородицы. Так у Петра впервые появился форпост на юге. Турки Азовом закрывали движение вниз по Дону. Вот, дальше двинуться нельзя. А здесь до моря еще 14 верст. Уже позже, в разгар войны со шведами, после очередного неудачного южного похода, Петр никак не хотел возвращать туркам эти земли. Русские обязались уничтожить крепость и срыть все укрепления. Но и этого не делали, понимая, что дальнейшие столкновения неизбежны. Еще много будет бросков на юг, и не скоро будет последний. Только в 18 веке случится три русско-турецких войны. Но пока Петру вот уж действительно море по колено. Он почувствовал себя флотоводцем. Лучше мне воевать морем. Удобно многократ, нежели сухим путем. К ему ж потребен есть флот. Но Азов все же придется потом туркам отдавать, чтобы потом брать снова. А Первый Петровский флот сгнил в Азове за ненадобностью, так никуда отсюда и не двинувшись. Как всякая первая победа, Азов, конечно, победа великая. Но выход к Азовскому морю – это даже не полдела. Это треть или четверть. Море маленькое, с огромными прибрежными отмелями. Вон здесь лодку столкнуть трудно. Не то, что там развивать серьезное мореплавание. Да и куда здесь плыть? Азовское море, оно же сугубо внутреннее, заперто Керченским проливом. А с Керчи крымские татары – главные союзники турок. А за Керчью – другое сугубо внутреннее море, черное. И оно заперто проливом Босфор. А на Босфоре – главная турецкая твердыня – Стамбул. Даже если бы Петр не метнулся бы отсюда на север, сохранил бы юг своим главным направлением, даже если бы так. Все-таки трудно представить, что здесь оформилась бы новая стратегическая направленность для России и столицей империи был бы не Петербург, а Таганрог или Азов. В большой войне не победишь в одиночку. Искать в Европе союзников против Турции Москва отправляет в Великое посольство. Кроме дипломатии поставлены задачи почти что промышленного шпионажа – присмотреться, научиться, перенять и привлечь наемников, особенно на морскую службу. С Великим посольством за границу тайно отправляется глава государства. Никогда еще русский царь не покидал своей страны. Оставив за себя правителем самого грозного сподвижника, князя Рамадановского, Петр едет под видом плотника Петра Михайлова. Он по-прежнему ученик. Ему Европа, как большая немецкая слобода. В нынешнем Калининграде от Кёнигсберга, столицы Восточной Пруссии, остались только эти развалины фортов на окраине города. Но, правда, и Петр здесь доучивался на артиллериста. Но, правда, и стрелял он, конечно, не по архитектурным мишеням. Полученный тут аттестат прусского бомбардира делает Петра дипломированным специалистом. И это он считает впредь своей военной профессии. Воинское звание себе присвоил невысокое. Бомбардир-капитан, то есть капитан артиллерии. В Пруссии же состоялся и первый выход в свет. Дебют русского царя в Европе. Для Петра устроили торжественный ужин, принцесса Софья Ганноверская и ее дочь Софья Шарлотта. В вашей великой стране должно быть процветают искусства и науки. В Москве много чего есть. Из застольных впечатлений двух немецких принцесс сложится самый живучий стереотип. Кто такой Петр? Он, конечно, природно талантлив, но груб, невоспитан, не умеет себя вести за столом. И потом, у него грязные ногти. В общем, две мальвины 300 лет назад воскликнули несносный мальчишка. И с тех пор никто ничего лучше не придумал. Принцесса Софья. Это государь очень добрый и очень злой. У него характер, совершенно характер его страны. Как потом ехидно отмечалось, этот вывод о Петре можно было сделать и не встречаясь с ним. Откушайте, Ваше Величество. Это блюдо стоит того. Голландия. Самая передовая страна этого времени. Первая в мире буржуазная республика. Главная морская держава. В этом качестве она уже превзошла Испанию и еще не уступила Англии. Из пяти кораблей в Мировом океане, четверо, голландские. И в русском языке большинство морских слов, они голландские заимствования. Вот прямо по алфавиту. От аварии и айсберга, и далее вплоть до шкипера, шланга и штурвала. Противники Петра потом будут говорить, что где-то здесь иноземцы царя подменили. Вернувшийся из поездки настоящий русский государь не мог бы так ненавидеть традиции родной старины. Насильное введение Европы в русскую жизнь, чужие и чуждые обычаи, поломавшие прежний уклад, 300 лет – главное обвинение нашему самому рьяному западнику на троне. Самый первый флаг, который поднял Петр в своей жизни, был, очевидно, голландский. Построив на местной верфи корабль, ну, неужто Петр мог отказать себе в таком удовольствии? А русского флага тогда еще не было. Потом, уже учреждая свой флаг, Петр, очевидно, использовал цвета голландского флага, и получились одинаковые полосы. Только на нашем флаге белая полоса вверху, а на голландском – в середине. Такое бывает только у очень близких народов. Ну, похоже, более-менее флаги норвежские и датские, или флаги некоторых арабских государств. Кто у нас, кроме Петра, считал Голландию самой близкой России страной? Ну, Петр в своих преобразованиях меньше всего обращал внимание на чужое мнение. Сторонники Петра 300 лет указывают на неспособность Старой Руси естественным образом, без принудительной модернизации, рвануть за все более уходящей вперед Европой. В Голландии Петр прямиком едет в приморскую деревню Зандам. Примерно там, где ему впоследствии поставят памятник, царь встречает знакомого по воронежской верфи кузнеца Герета Киста и отправляется к нему на постой. Вот, Зандамские мастеровые, потомки тех петровских времен, сделали для нас весло точно 2 метра 4 сантиметра в рост Петра. Можем теперь под Петра примерять Голландию. 2.04 – это и по нынешним временам для профессионального баскетбола. А тогда люди были гораздо ниже ростом. И в России Петр выглядел великаном. Он выглядел таким уродливо длинным. И даже в Голландии, голландцы – самая рослая нация на свете, даже в Голландии это многих смущало, говорили, что вот этот плотник, встав на цыпочки, может заглядывать в окна второго этажа, в спальне. Домик Герри Токиста – давно музей. При Николае II над ним сделали этот павильон. А еще раньше произвели ремонт, поставили домик на фундамент. Вот он. А раньше домик начинался вот с этой отметки. И как же должен был сгибаться Петр, входя в эту дверь? Поселили Петра в коморке под сеновалом. Спал Петр в шкафу. Так было принято тогда в Голландии. Считалось, что если спишь полусидя, то кровь не притекает к голове. Очень полезно для здоровья. Здесь был Наполеон. Про этот шкаф он сказал, «Для великого человека ничто не бывает малым». Здесь были Павел I, Александр I, потом дочь Павла I, сестра Александра I, великая княгиня Анна Павловна, вышла замуж за короля Нидерландов, и она покровительствовала музею. Во время путешествия по Европе будущего Александра II поставили эту мраморную доску. А наверху воспитатель наследника Жуковский грифелем написал, «Над бедной хижиной усей летают ангелы святые, великий князь благоговей, здесь колыбель империи твоей, здесь родилась великая Россия». В деревне, где многие ремесленники работали в России, невозможно скрыть, кто такой плотник Михайлов, слишком приметная внешность. Петр, пытаясь сохранить инкогнито, переходит с Дандамской верфи на Амстердамскую. Его бригаду берет на работу знаменитая Ост-Индская компания. Но и в Амстердаме нет спасения. Племянник Лефорта в письме. Слух настолько распространился, что народ бежит за каждым московитом, думая, что это и есть его величество. В Голландии в штучных количествах продолжается кораблестроение 18 века. Это выполняют заказ Новозеландского морского музея. Сплошь деревянное кораблестроение 300 лет назад было, по сути, плотницким делом. На верфи, кроме Петра, еще 10 русских, в том числе царский любимец Алексаш Каменьшиков. Он единственный после целого дня махания топором не жаловался на боль в руках. Русские почти профессионалы. Они здесь как бы на производственной практике. Строят от начала до конца большой фрегат. Примерно такой же, каким будет этот. Строят три месяца. Руководство Ост-Индской компании не догадается подарить фрегат России. И корабль этот, названный Петр и Павел, будет потом ходить на остров Ява в голландскую колонию в Индонезии. Видимо, то был самый научаемый деятель мировой истории. В Голландии Петр еще научился делать гравюры, варить бумагу, рвать зубы, освоил ткацкие и токарные станки. И в лаборатории изобретателя микроскопа Антона Левенгука исследовал кровеносную систему угрей. Поразительно современный человек. Не пропустил ни одного значительного увлечения своей эпохи. Старинная башня в центре Амстердама. Ультрамодное место. Интернет-кафе. А по тогдашней главной моде здесь проводили сеансы анатомического театра. Публично вскрывали трупы. У них в столу будет сказано, но на вскрытии трупов здесь набивался полный зал. Стол вроде операционного посередине и публика вокруг. Внизу и на галереях. Занятие проводил профессор Фредерик Рейс. Петр, восхищенный его искусством, пожелал вскрывать трупы собственноручно, что для русского было неслыханным делом. Отец Петра, царь Алексея Михайловича, он запрещал в России вскрытие трупов под страхом смертной казни. В Петре жили какие-то детские любопытства и жестокости. Так дети хотят распотрошить любимую куклу для того, чтобы увидеть, что у нее внутри. К тому же при нравственной неразвитости молодого Петра, про которую писали все его биографы, Петр к людям относился как к механизмам. И потому еще интересовался их внутренним устройством. Однажды, заведя искусственно препарированный рейсом трупик младенца, Петр сбежал с галереи и кинулся целовать его. Не рейс, а трупик. Это еще что? В соседнем городе Лейдене, тоже в анатомическом театре, Петр, заметив омурзение на лицах сопровождавших его людей, заставил свою свиту зубами разрывать мускулу трупа. Петр все занят не царским делом. Государь учится на универсального ремесленника, на академика, на героя, на мореплавателя, на плотника. И реформы Петра – это список, сделанного своими руками. А поскольку царь-мастеровой овладел множеством профессий, то реформы получились всесторонние. Профессор Ключевский. Петр все считал своим текущим очередным делом. И сам не замечал, как он изменял все вокруг. У Петра на Западе стажировка с погружением. Когда чужой уклад жизни усваивают до мелочей, то-то, воротясь домой, первым делом начнут боярам бороду рубить. И петербургская цивилизация сложится по североевропейскому образцу. Вечно спешащий город, промозглая погода, мощеные набережные, мосты над серой водой у каналов и рек. В Голландии почти нет больших машин. У голландцев больше в ходу малолитражки, а в последнее время даже микролитражки. Тут пространство внутри, как в Зандамском шкафу. Сидишь сложенный вдвое, Петр складывался бы втрое. Огромного царя огромной страны с маленькой Голландией роднило пристрастие к тесноте и практичности. Прижимистый до скупости Петр денег не жалел только на специалистов, на армию и флот. Мир не знает более простого императорского двора, чем русский при Петре. Это был очень скромный и лично очень честный император. При том, что у него ведь не было своих денег. Как истый самодержец он распоряжался всей казной. Но собственный багаж Петра, посланный отсюда морем, состоял из двух ящиков. В них инструмент и, как указано в описи, разная рухлядь да мелочь. В то время как в багаже первого посланника Лефорта одной только серебряной посуды числилось 16 ящиков. Россией Петр правил из Голландии урывками, ночами. Подписывал указы, отвечал на корреспонденцию, признавался, что не все успевает. Петр в письме князю Ромодановскому «Иное за недосугом, иное за отлучкою, а иное за Хмельницким не справишь». Хмельницким любовно называлось пьянство. Дипломатическая миссия Великого посольства проваливалась. Воевать с Турцией никто не хотел. В прагматичной Европе призывы к христианской солидарности звучали старомодной глупостью. При смерти испанский король все заняты борьбой за его богатое наследство. А потом воевать с турками это поставить под удар сведземноморские торговые пути. В Гааге, административной столице Голландии, переговоры начались встречи русской делегации с голландскими парламентариями. Дворец Маврикия в Гааге. Здесь голландцы разместили русское великое посольство, а впритык к нему здание парламента, в котором проходили переговоры. Все скромно, тесно. И тогда так было и сейчас. Маврикия, парламент, а в этой башенке у них сидит премьер-министр, вон и машинка стоит первого лица государства. Это и сейчас нам непонятно, и тогда они понимали, как это русское великое посольство и вот просто перейдет из двери в дверь. Тут не успеешь себя показать. К церемонии встречи русские готовились 10 дней. Согласовывали тонкости этикета и особо маршрут движения. С крыши дворца Маврикия лучше всего виден особый русский путь. Вот наши послы вышли отсюда из дворца им пройти всего-навсего в эту арку, направо. Но послы поворачивают налево. Здесь выстроился огромный поезд из 40 корет с трубачами впереди. Петровская эпоха еще не наступила. Русские в костюмах до Петровской эпохи. На дворе Августа они в высоких боярских меховых шапках и в собольих шубах поверх раззолоченных кафтанов. Не меньше этих сказочных нарядов поражают конный эскорт, огромные гайдуки, специально подобранные в Москве по росту, и пеший, калмыки, вооруженные луками. Процессия движется окружным путем вокруг этого огромного пруда и въезжает во двор парламента с другой стороны. Картеж сильно растянулся, когда первые уже на месте, последние еще только-только трогаются. Вежливый, но твердый отказ голландцев заключить с ними союз русские назвали «несклонностью и неблагодарством». Здесь, во дворце парламента, стороны обменялись подарками – шкурки соболей за золотые цепи и медальоны. Уезжать посольство не торопится. Гости переодеваются в европейское платье, закупают себе шпаги непременную принадлежность дворянского костюма. Думный дьяк Возницын начинает пользоваться салфетками. В раннюю зиму 1607-1998 русские впервые учатся голландскому обычаю кататься на коньках. На верфи царская бригада достроила свой фрегат. Теперь и Портовая улица носит имя Петра, и фирма называется какой-то ОАО «Царь Петр». Заводской музей Остынской верфи. Коллектив гордится лучшим плотником предприятия за последние 300 лет. Вот текст диплома на имя Петра Михайлова, что искусный мастер, что ему преподавали чертежи и корабельную архитектуру, и характерная оговорка «Сколько мы сами разумеем». Петр голландским разумением остался недоволен. Много строят на глазок, геометрических законов не знают. Посольский хроникер. Зило ему стало противно, что такой дальний путь воспринял, а желаемого не достиг. Продолжать свою западную стажировку Петр отправляется в Англию. ЗВУТ ЗВ УСЮТ ЗВУТ парламента до поединков английских кулачных бойцов-боксеров. Петр успевает везде, но больше его интересует техника и технологии. Петр зевает в театре, но снова сам работает в мастерских. В резиденции короля Вильгельма Петр проходит мимо картинной галереи, но надолго застревает в кабинете у прибора, определяющего направление ветра. Петр опять поступает на верфь в Депфорде, в пригороде Лондона. Сейчас это грязноватый цветной район. Посещает монетный двор и обсерваторию, встречается с Исааком Ньютоном. С английским королем Вильгельмом III Петр познакомился еще в Голландии. Вильгельм подарил русскому царю яхту с 20 пушками. Вот ведь родная морская душа. И даже специально для Петра устроил маневры. Это то самое место. Здесь по-прежнему проводят военные морские учения. Только теперь за акватории наблюдают с вертолета. Близ города Портмута, вот он виднеется в тумане. И тогда и сейчас главная база военно-морских сил в Великобритании. По приказу короля Вильгельма 12 больших военных кораблей выходят из Портмута. И здесь, в проливе у этого острова Уай, они становятся в два ряда. И дважды сближаются, изображая бой. Идет с полным восторгом. Он впервые видит наяву свою мечту. Петр вознецает, я бы предпочел быть английским адмиралом, нежели русским царем. Все. С того времени России не избежать участи великой морской державы. Здесь и берег похож на Азовский. Лиманы, отмели. По ним только на амфибии двигаться можно. Епископ Бернард о Петре. Он человек весьма горячего нрава. Очень вспыльчивый и крайне жестокий в своей страстности. Царь или погибнет, или станет великим человеком. Петр закупил на Западе уйму оборудования. Нанял для работы в России массу специалистов. Своих денег не хватает, а в долг русским никто не дает. И в Лондоне Петр проворачивает, может, самую успешную коммерческую сделку. Он продает лорду Кармартену монопольное право на ввоз табака в Россию. Покуривать на Руси стали вообще-то давно, но официально это разрешили лишь год назад, в 1698 году. И спрос на табак огромный. Виджи, не присоединяйте. Кармартен должен будет платить по 4 копейки с каждого фунта ввозимого в Россию табака, и еще 20 тысяч фунтов он должен будет заплатить Петру единовременно. Спасибо. Разрешив в Россию курение, Петр вскоре превратит его почти в обязанность. На его знаменитых ассамблеях дым будет стоять коромыслом. Кармартен ввозит в Россию виргинский табак, то есть знаменитый сорт Вирджиния, который сейчас входит в состав и Мальбора, и Давидов. Так что все эти 300 лет имущие слои России курят примерно одно и то же. Табак был, разумеется, рассыпной, трубочный, другого просто не существовало. И в Петровском указе говорится не просто курить, а трубку курить. Сам Петр, он курил трубки такие длинные, как тогда говорили, голландского образца. Где иностранцы? В Лондоне ученик Рембрандта Кнеллер написал с натуры портрет русского царя. Это, очевидно, самое достоверное изображение молодого Петра, восторженный большеглазый парень. Король Вильгельм, очарованного им московита, обвел вокруг пальца. Называл братом, а сам за спиной Петра помогал Турции заключить мир с Австрией и Венецией. В Австрии потом многоопытный император Леопольд почти открыто надсмехался над Петром, который попробовал было сам вести переговоры. Мальчишка. Разъяренный Петр, выбежав и спокоив, долго бешено гребет на лодке к труду перед дворцом, а приближенные на берегу объясняют австриякам государеву любовь к водным утехам. В Вене Петра застает известие о начале стрелецкого мятежа, и он спешно отправляется в Москву. Первые трое суток скачет и день и ночь. Стремительно проносясь по Польше, Петр все же задерживается в местечке Рава для встречи с польским королем Августом. Нынешнее название Равы – Рава Русская. Маленький западноукраинский городок на самой границе с Польшей. Как был, так и остался заштатным. Что и было в нем нештатного, так это единственная встреча на высшем уровне. Летом 1698 года. С Августом Петру легче, они почти ровесники. Польский король тоже огромного роста, тоже богатырь, гнет руками подковы. Его прозвище – Август Сильный. Румяный, синеглазый, чернобровый, первый любовник своего времени. По преданию оставил 365 внебрачных детей. Воевать с Турцией Август не хочет, но он готов выступить против Швеции. В конце своего четырехдневного саммита в Раве два монарха-гиганта обмениваются одеждой и шпагами и заключают военный союз. Петр принимает важнейшее – поворотное решение. Он меняет юго-восточные направления своей внешней политики на северо-западные. Оставив на время традиционного врага Турцию, он будет воевать со Швецией. То же, как и юг, заветное направление. Прорваться к Балтийскому морю пытался еще Иван Грозный. Правда, от предков досталась и третья задача – объединение русского народа. Подразумевалось отбить у Польши земли, населенные белорусами и украинцами. Так что договор с Августом полагали временным союзом с одним врагом против другого. В Москву Петр приехал, когда стрелецкий бунт был уже подавлен и виновные наказаны. Но Петр считает, что не дознались главного. Кто подстрекатель? Кто науськивал немецкую слободу спалить? Кто придумал, что царь за границей умер? Хоть следствие вел свирепый правитель, князь Ромодановский. В современнике Ромодановском. Собою видом, как монстра, нравом злой тиран, Превеликий нежелатель добра никому, пьян по все дни. Теперь этот министр кнута и дыбы строит 14 новых пыточных камер и там с пристрастием допрашивают полторы тысячи человек. Петр сам присутствует при пытках и слышит то, что ожидал. Глава заговора – его сводная сестра царевна Софья, заточенная в Новодевичий монастырь. Она слала стрельцам записки через богомолок. Утро стрелецкой казни – это утро 1 октября 1698 года по старому стилю. 144 стрельца привезли на Красную площадь и повесили на бревнах, протолкнутых между зубцами кремлевских стен. Кремль весь обвешан этими страшными гирляндами, по двое казненных на каждом бревне, а внизу дико голосит родня. Ахматова напишет потом – «Буду я, как стрелецкие жонки, под кремлевскими башнями выть». Этому дню русской истории посвятят свои картины оба главных национальных живописцев. Утро стрелецкой казни Сурикова даст название событию, и это здесь. А еще 200 стрельцов повесили у стен Новодевичьего монастыря и троих прямо у окон кельи царевны Софьи. Это там и на картине Репина. Подавив внутреннее сопротивление, Петр двигается на врагов внешних. Даже по меркам отечественной истории, Северную войну начали совершенно неподготовленными. Плана кампании не существовало. Петр потом признавал, что он выступил в поход как слепой. Цель Петровского похода, Нарва, была впервые завоевана русскими еще при Иване Третьем. Тогда на другой стороне реки Нарова поставили крепость Ивангород. Две возвышающиеся друг против друга твердыни и поныне символ противостояния Востока и Запада. Ивангород – это еще Россия, Нарва – это уже Эстония. Большинство в русской армии – новобранцы, не доверяющие командирам и наземцам и не зря. Союзники некудышные. У выборного польского короля мало власти, Дания позорно сбежит из коалиции через несколько дней. Противник – ведущая военная держава Швеция. Это вся нынешняя Скандинавия и Балтия с отчаянно задиристым 18-летним Карлом XII во главе. Артиллерийский обстрел крепости вели две недели, пока не кончились запасы пороха и ядер. Многие пушки оказались плохие, выходили из строя после трех-четырех выстрелов. Порох тоже оказался плохой. Часть ядер вовсе не долетали до крепости, а те, что долетали, били не сильно. Бреж в стене Нарвы русские не пробили. По непролазным дорогам не могли подвезти ни боеприпасы, ни продовольствия. А Карл подкрался незаметно и учинил полный разгром. Причем командующий русской армией наемный генерал фон Круи сдался первым, а бывшие потешные полки были единственными, кто не побежал. Нарвская конфузия стоила третьей войска и всей артиллерии. Полная конфузия, господин Гомбартир. Европу потешала памятная медаль. Петр, потерявший шапку, бросив шпагу, бежит, утирая слезы. Евангельская надпись. И исшет вон, плакося горько. Неунывающий Петр вряд ли и слезинку-то проронил. Он принялся собирать новые полки, а на новую артиллерию верил конфисковать четверть всех монастырских и церковных колоколов. Так собрали полторы тысячи тонн меди. За эту знаменитую крутую меру переплавить колокола на пушки. Петра очень любила советская историческая наука. В этом видели что-то богоборческое, почти атеистическое. Бесполезное, вроде колокола, превратить в полезное оружие. Все для фронта, все для победы. То есть советские историки смотрели на Петра как самые религиозные прихожане его времени, считавшие, что только Антихрист способен на такое кощунство. На самом деле Петр был очень верующим человеком. Любил службы, даже сам пел на клиросе. Но одно дело для него вера, а другое дело церковь. Ее имущество, ее иерархи. Для Петра церковь, учреждение. Он упразднил патриаршество, стал управлять церковью бюрократически, назначая оберпрокурора в святейший сенот. Император – это абсолютная полнота власти. И никакой стесняющей ее власти духовной он не потерпит. Петр очень хорошо различал, что богово, а что его, кесарево, и больше ничье. И еще, конечно, вводят новые налоги и без устали чеканят новые монеты. Денежная эмиссия после поражения у Нарвы обесценит рубль вдвое. Так оплачена вторая попытка прорыва к морю. Теперь Петр выбирает другой маршрут. По реке Неве – Финский залив. Там, где Нева вытекает из Ладожского озера, стоит шведская крепость Нотебург. Прежде здесь была русская крепость Орешек. Петр о взятии крепости. Зело жесток тот Орех был, но все же счастливо разгрызен. Историческое название Петр не возвращает, дает другое иностранное – Шлиссельбург. Ключ-город, в смысле ключ к морю. Вторая и последняя шведская крепость на Неве – Ниеншанс, возле впадения реки в море, сдается без боя. Но в Финский залив спешит шведская эскадра. Два шведских корабля закрывают с собой выход из Невы. Русские на лодках окружают шведов на кораблях. Один отряд двигался прямо по Неве, им командовал сам Петр. Другой – в обход Васильевского острова под командованием Меншикова. Как они сами потом вспоминали, пониже у нас иных знающих моря не было. Корабли взяты на абордаж. Вот, эти два трофея – это первая русская победа на море. Артиллерийский капитан Петр Михайлов, как военнослужащий Петр, остается под псевдонимом. И поручик Меншиков получает высшую награду – Орден Андрея Первозванного. Но надо готовиться к новым шведским атакам, спешно укреплять завоеванный плацдарм. Фарватер на Неве лучше всего виден, когда разведены мосты, ведь их разводят для прохода судов. Вот, дворцовый мост разведен ровно посередине. А там Троицкий мост, он разведен в той части, которая ближе к правому берегу. Вот, задранный кверху пролет. Здесь фарватер проходит как бы наискосок. И если бы нагрянул вражеский флот, то он бы двигался ровно так, наискосок, как идет сейчас эта лодка. И значит, лучшая позиция для обстрела кораблей – это вот этот маленький островок, на котором и основывают Петропавловскую крепость. Петр не прорвался к морю. Петр дорвался. Ему мало крепости. Он собирается здесь строить город. Неизвестен ни один сподвижник, поддержавший идею. Все были против. Бросовая земля, проклятое место. Как тут ногою твердой стать при море? Кругом хляби болотные. Орденоносец Меньшиков и тот будто указывал на сосну с отметкой последнего наводнения, выше человеческого роста и говорил государю – люди не рыбу, под водой не живут. А Петр будто ответил – где та сосна, там твой дом будет. На этом островке Енисари, по-русски значит «заячий», он сейчас так называется, Петр вырезает куски дерна и выкладывает их крестом на песчаной косе. Здесь быть городу. Случилось это 16 мая 1703 года. Дата отмечается как день основания Петербурга. Конечно, без железной воли Петра здесь бы ничего не получилось. Здесь естественным путем не мог бы возникнуть просто большой город, не то что столица. Петербург называли самым умышленным городом на свете. 60-я параллель, он и сейчас самый северный город с населением свыше миллиона человек, а здесь живет 5 миллионов. Дени Дидро. Столица на границе государства, как сердце в мизинце. Кровообращение становится трудным, а даже маленькая рана смертельной. Захватили кусочек побережья. Крохотный анклав, окруженный топами, не имеющий связи с остальной страной, с большой землей. Весть о победе в Усть-Яневы дойдет до Москвы окружным путем через Ригу. Только полтора месяца спустя Петр успел поселиться на новом месте, прежде чем на старом узнали, что он больше назад не воротится. Петербургский первоначальный дворец, как его называл Петр, до того похож на хижему в Зандаме, что теперь его, как музей, именуют домиком Петра. За три дня дом ставят пленные шведы. Вот, бревна срублены шестигранником по-шведски. Если не приют убогого чухонца, то приют зажиточного чухонца. Все-таки есть столовая, кабинет и даже спальня 6,7 квадратных метров. Можно сказать, что это столичная резиденция главы государства. Хотя Петр столицу в Петербург перенесет через 9 лет после основания города, в 1712 году. Но и Москва уже столицей быть перестает. И точнее всего сказать, что столица в России в это время кочующая. Она там, где сейчас Петр. Теперь набережную расширили, а раньше частью первоначального дворца была пристань. Его настоящий фасад. Петр знал, что такое образцовый город. Он хорошо помнил образец. Столица империи, в устье реки, впадающей в море. В Лондоне Петр видел, как отстраивается британская столица после страшного пожара. Сейчас в Лондон чаще всего прилетают. И въезжая потом в город со стороны аэродрома, что видят прежде всего? Задворки. А Лондон строили с расчетом на то, что в Лондон будут всплывать, как всплывало русское великое посольство. И что тогда видели прежде всего? Фасад. Обращенный к реке, величественный фасад британской империи. Но мечта Петра, она превзойдет образец. Петербург, в сердце Российской империи, в ее мизинце, станет поистине земноводным чудом. В суше ехать неказистый. Ведь его строили, как морскую крепость, у впадения реки, как порт и верфь. Нет в мире другой столицы, в которой на одной стороне реки Сенат, Сенот, Высший Церковный Совет, Кафедральный Собор, Адмиралтейство, но ему положено. Главная императорская резиденция, главный городской сад. А на другой стороне Академия Художеств, Дворец Губернатора, Университет, Академия Наук, Первый Музей, Диржа, крепость, с которой берет основание город, а в ней императорская усыпальница, главная тюрьма, главный монетный город. Мало того, что Нева – это фактически центральная улица Петербурга, еще и центральная сухопутная улица Петербурга, названная в честь Невы, Невский проспект. Смотрите далее. «Российская империя», «Вторая серия», «Царствие Петра Первого», «Окончание», «Из всех искусств» важнейшим является архитектура. «Полтава», «Армия», которая следующие 200 лет не пропустит ни одной большой войны в Европе. «Новый алфавит», «Первая газета», «Первый музей», «Прачка Марта», «Будущая Екатерина Первая», «Дело царевича Алексея», «Заводчик Демидов», «Первый олигарх империи», «Смертельная болезнь», «Петр», «Первый русский курортник», последнее, что основал императорскую усыпальницу. «Российская империя» на НТВ. «Вторая серия» завтра в 22.45. «Российская империя» «Российская империя» «Российская империя» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok